Всем привет! Сегодня у нас 8 мая 2020 года. Хочу показать, как я буду проводить нормировку груши. Завязалась груша отлично, но чтобы получить более крупный размер груши, нужно оставить на одно соцветие не больше двух груш, лучше одну. Тогда мы получим заявленный вес данного сорта. Смотрите, какое опыление прошло по груши. Отличное. Это все оставлять нельзя. Самый другой сорт. То был сорт амфора, очень вкусная груша зимняя. Это сорт груши сокровища. Тоже, вот можно видеть, завязалась она очень хорошо. То есть, чтобы получить хороший вес, нужно и товарную грушу провести нормировку. Сейчас я покажу, какая красота. Сейчас я покажу, как я буду делать нормировку на груши. Потому что это все оставлять нельзя. Она, во-первых, может войти в периодичность, если оставим полностью нагрузку. Ну и груши будут раза в два, в три, а то и в четыре мельче. А с нормировкой мы добьемся того, что наш урожай будет в заявленных товарных качествах. Вот, гляньте, как виноград висит. Давайте сейчас подойдем в дерево. Я покажу, как это будет делать. Вот у нас есть завязанные груши. Тут мы оставим две самые крупные грушки. И посмотрим уже, когда она поспеет. Я вам покажу, обязательно сниму этот сорт, как он себя показал при нормировке. Так же самое вот. Самые мелкие грушки убираем. Самые крупные оставляем. Он тоже оставил две грушки. Тут две, тут две. Так же самое здесь подошли. Оставили две грушки. Вот соцветия. То же самое. Мелочь всю убираем. Оставляем самые достойные плоды. Они, конечно, жалко обрывать. Но что сделаешь? Если мы хотим получить хорошую товарную грушу, мы должны провести этот прием. Плюс они будут крупнее, сочнее и вкуснее. Потому что все питание будет идти не одной грозди. Не пять груш будет питаться. А будут питаться всего лишь две. На этот сорт я вот в этом году оставлю по две грушки. На соцветия посмотрим. Может быть я и пожадничал. Может быть нужно было оставить по одной. Ну, уже в этом году посмотрим. Вот соцветия такие слабенькие. То я оставлю одну. Одну грушку. И тут тоже такие они слабенькие. Оставлю одну. И тут оставлю одну. Там по две. Посмотрю. Сильно будут отличаться в размере. Тут одну оставлю. Хотя, вот эта вот она отпадет. Она желтая, смотрю. Это все выломаем. Не надо. Так. Вот у нас тоже букет какой. Давайте посчитаем, сколько тут штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, вот как можно на вот такую веточку оставить восемь штук? Я думаю, что никак. Берем и оставим две штучки. Вот. Два плодика. Ну и так же самое. Это у нас амфора. Я ее сейчас пройду, пронормирую. Вот у нас груша сокровища. Так же самое. Давайте посмотрим, как мы будем тут делать. Тут я тоже оставлю по две грушки на соцветия. Вот. Есть две грушки. Оставляем самые крупные, самая мелочь. Все убираем. Не жалеем. Так. Вот соцветия тоже. Две грушки оставляем. То все убираем. Вот тоже. Тут уйма груш. Сейчас вот так вот обойду. Тоже надо оставить две грушки. Вот мы оставили две грушки на это соцветия. Ну и так же само с вот этим всем букетом, который у нас завязался. Мы будем проводить то же самое. И уже, как это все поспеет, я вам покажу, сниму видео, обзор за этот сорт. Хотя он у меня уже есть на канале. Ну, в этом году тоже покажу, какие игрушки будут при нормировке. Очень красивые, крупные, аппетитные. Главное, чтобы не было града. Чтобы это все не подолбило градом. И все будет у нас хорошо. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok